давно не виделись здравствуйте где я пропадал то приболел до продула нас мы кто непонятно что снять какой выпуск чтобы было интересно а потом для себя понял то что надо ставить цель даже небольшой путь и там на пути что-нибудь интересное появится я хочу сделать обзор города железногорск курской области 46 региона не даже это громко сказано обзор да не я вас приглашаю вместе со мной прогуляться погуляем пойдем извиняюсь что долго выпусков не было сейчас отправляюсь железногорск узнал то что железногорск еще есть красноярской области в красноярске но он вроде как закрытый городом какие-то делают боеголовки не суть суть вот в чем и затем мы же дэка мы отпускали тут бегать и она любит грызть провода сгрызла мне кабель для интернета начала грызть холодильник и начала грызть серёгу почти съела вовремя оттащил эту мышь любит раскидывать все и вот за пузикой чешешь она улыбается а потом раз и палец отгрызет ночью все я поехал если кому-то интересно можете следить за мной спасибо ну все из города курска прямиком 90 километров до города железногорск позволяет погода а почему бы нет снег выпал но уже местами особенно дорогах он расставил практически это замечательно как деньги есть наши друзья товарищи когда деньги отдыхали попутчики нашлись давай попутчиков встретил шел от курска до москвы это где-то 500 километров я в кармане ни копейки историю свою рассказал то что он отдыхала 10 дней сам виноват в том плане то что в сауне был с ребятами с друзьями он вообще в москве работает и только как деньги у него закончились и друзья куда-то ушли даже ему на билет не помогли скинуть 100 тысяч потратил это надо же вовремя остановиться было и естественно оставить себя на на билет на питание не закрустив так ланина сумерки у куда в домах решил выйти осмотреться решил свернуть сюда еду километр два не единой души хотя дорога протоптана но все же посмотреть какая же здесь красота самое главное тишина сосновый березовый сюда можно чисто проезжать морально отдыхать от города от суеты и не поймем доедем или не доедем еще один километр доеду но все-таки интересно что там за парк если нет развернусь да и нажили кто дожили к километров 10-15 ты че сука сейчас проезжай михаловку решил заехать кузнецкий источник живой воды главное не расколоть сейчас бутылочку наберем и поедем дальше деревянное здание здесь как раз единая на крещение можно окунуться ладно едем дальше ну все друзья мы на въезде вон знак железногорск как он строился магниты аномалия здесь нашли изначально строились как рабочий поселок а потом он разрастался разрастался и получился город здесь население где-то 90 95000 но 100000 возможно будет тут карьер есть я в нем ни разу не был тоже заедет так вот остался возле отдела гибдд например при при так сейчас я нахожусь на автостанции железногорск много есть точек для шаурмы получается сам вокзал он небольшой сука слякоть приятного аппетита так ну все сейчас ближе буду к центру двигаться попутно задача моя какая узнать какие цены здесь второе найти жилье круг дешевый хостел третье и найти чем-нибудь интересные достопримечательности в этом духе солнце пока не села самое главное вот сразу идем видим асфальтированная пешеходная дорога справа меня мы видим троицкую церковь такая старенькая красивая на самом деле железногорск че почему железногорск потому что здесь забывают руду скважину еще давно засунули до в землю и копают даже тут колледж есть где можно отучиться на горнометаллогологический колледж здесь лавочка старенькая конечно на самом деле ближе к зиме города не самые атмосферные потому что мало зелени тротуар такой чистенький вот зашел такой район дома розовые какой цвет но на самом деле довольно уютненько здесь есть где место поиграть если железногорске смотреть цены на квартиры они вот примерно вот такие однокомнатные 2 500 ну естественно тут как не новостройка идет вот такая вот например 3 миллиона однокомнатная якобы хороший ремонт и она находится хуй памяти где два с половиной миллиона где 3 900 это конечно не москва тут население небольшое есть смотреть по аренде в двухкомнатные 13000 12000 это где она находится но почти в центре однокомнатная 12000 9000 есть даже за 20000 тут тоже зависит от ремонта но естественно город небольшой и конечно покупка квартиры или аренда квартиры гораздо дешевле будет чем в больших городах а недавно и как вам в питере холодно наверно вообще людей немного это на самом деле здорово но обычно ничего такого о бассейн с левой стороны пятерочка самое главное идти нет ни по стоять непонятно всего меня здесь можно зайти записаться на плавание здесь заказные автобусы здесь мы видим парк имени никитина кирпич понятно нужную историю добыта первая тонна железной руды вот чем-то конечно на уголь смахивает помню в деревне топил углем я не знаю может это основатель этой промышленности тоже немножечко энергии у него взять и миллионы начать зарабатывать залежку потрогать гок надо было руду собирать они бычки курить снимаю михаловский гок пару слов не скажете вот сейчас зайдем посетим парк имени никитина правда я ничего там не вижу вдали такого интересного на самом деле минус-то один чувствуется походишь минут тридцать или на тот сцена может памяти какой-то был вот вижу вдали стадион есть что-то интересное вижу колесо обозрения возможно так рис уже не работает сзади меня мы видим стадион горняк самом деле довольно атмосферно при такой погоде снег вторуюсь мы находимся в парке до усатки усатая воронка усатый какой-то вот здесь мы видим и в песок можно поиграться и качели и посидеть с детьми то есть прийти отдохнуть а когда лето здесь я думаю еще атмосфернее и красиво вот здесь есть беговая дорожка то есть для того чтобы колени не выходили бегать отсюда прийти можно не так очень что нахваливаю конечно здесь покрытия и не помню чем она покрыта но мягко ну вот а сзади меня апокалипсис разруха машины ездят стройка если можно конечно на велосипеде раз и пошел вдоль реки катай ну чё ты гавкаешь стоит ли до речки спускаться что там интересного там уже корочка льда может покрылась небольшая коньков нету уже темнеет надо подниматься идти выходить из парка идти дальше и первое это хостел найти жить то негде березку одну помечу пойдем ну вот мы на стадионе здесь проходят спортивное мероприятие футбол скорее всего но стадион для чего построен играть футбол на самом деле сейчас найти в т.ц. погреться если сравнивать с курском конечно ст.ц. это не хватает для одного человека я удивлен что в гостинице железногорск цены я но не самый дешевый но и мест нету не знаю чем это связано конечно я все так же иду по центральной дороге по ленина о расположении дому конечно удобно пятерочка идет там магнит а тут еще и фикс прайс подарок вот елочку украсили смотрела на болтовать не будем и наденем шапку знаю тут что тут есть эльфиевская башня маленький северный рай каменные цветы падают все мосты на не на небо падает время 5 часов вот центральная улица вот и башня я здесь и мясная лавка здесь и мтс и билайн здесь раньше макдональдс был он закрыт потому что из россии он уехал туда получается дорога на площадь и сейчас я вам покажу где я жил я здесь три месяца жил в какой общаге по 15 метров пройти вот тот самый ларек где можно купить там чипсонов стемнело конечно вот там поликлиника вроде вот то самое здание где три месяца мылись жили это вот как раз это вот вход три года назад здесь жили 2000 в месяц троем жили 6000 в месяц ездили на стройку за 30 километров строили свинокомплекс проводили отопление сейчас зайду узнаю можно ли заселиться вообще не закрыли но как я и думал сейчас уже никого не заселяют сейчас там живут индусы как она сказала вам пойдем сейчас на площадь до людей немного и погода такая куйня все сейчас перейдем этом выход к кинотеатру вот если какие-то масштабные мероприятия они проводятся здесь день города день россии здесь а там суд кто не ссы то суд открытная открытая местность топор киркой добывали руду а что на руку вытащим выставил я считаю находился на пора перекусить с эти кинотеатры работают сейчас не до кино сейчас я сменю улицу пойду в другую сторону всегда здесь проходя чувствуется неприятный запах то есть канализация то есть или кто-то умер вот круглосуточно круглосуточно одно и то же сейчас на карте поищем хостел потому что но темнеет уже ночевать то надо где-то зато минус снег небольшой через яндекс карту конечно показывает один хостел это непонятно где не отзывов по пути возможно отель будет утренней зарю сюда было приезжать темно вот скейта площадкой здесь можно или переломаться или получить адреналина вот еще небольшая детская площадка далее в качели там небольшой парк фитнес-клуб прикольно современный зал качелку на стол заходить в зал плане месяц 3000 абонементов сейчас самое главное в пятерочку среди мы приобрести что нибудь раз на первом плане краску булочное дело что не до выбрать можно готовы продукции салатики макароны кофе всегда с собой каждый метр опять же там пятерочка на хостел найти ладно посидим здесь подожжим автобус естественно перекусим поверните налево на улицу гайдара все может думаю ту гостиницу заселиться время сейчас 800 довольно но холодно уже я думаю надо подзарядить телефон себя подзарядить за им комнате туалет душ естественно 3 600 за на суд миллионы людей мечтают жизнь сделать лишь карьеру наступая и ломая судьбы тех кто как добрался до маршрутки тоже интересные ждал одни заказные дмитриевские дмитриевские каждые 2 минуты все ладно что время терять я поехал в курск что время тратить до час туда еще ехать железногорск спокойный город небольшой то есть если кто-то устал от шумных больших городов вот можно сюда приехать из куда сходить и естественно я показал только одну улицу а то ты хоть 45 и половину не показал есть что показывать самые такие основные момент принципу нового поверхностно понимаете как город выглядит все дело сделано ночи ничего не видно с таким освещением с такой погоды только по подвалу ходить то ли мозги отморозил какое-то сцене такое вела я ехал сейчас как знаете в тумане под майонезом конечно прибыл за окном снег небольшая история получилась даже обзора одной улице это даже больше для себя знаете поднялся снял что-то смонтировал это мне нравится двигать это туда-сюда железногорск это незаконченная история так есть куда сходить и в сам бог пусков в скважину посмотрим карьер вот этот большой то есть съездим еще посмотрим второй коротенький видос на скорую получился чтобы знаете не забыть что такое съемка не забыть как разговаривать на камеру не забыть что такой монтаж в планах снимать небольшие города большие города какие-нибудь деревеньки вот если вам это интересно может кому-то не интересно но все же в это направление буду двигаться так что друзей напишите в комментариях интересно было бы вам чтобы мы с серёгой опять же ездили по городам он в роли оператора я в роли его оператора двое получается серёга свое мнение высказывает я свое высказываю но эти двоем поинтереснее повеселее будет серёга в этом не видит никакого будущего типа по городам путешествия мы говорю зайдем заведение обзор достопримечательностей а как и для себя такое чувствую если честно последнее время что мы как не нам главное путь не мой я не говорю он не верит то что вот выехать можно а по пути да что-нибудь интересно будет это происходить опять же ближайший город какой-нибудь есть если вам интересно напишите в комментариях замотивируйте его замотивируйте и мы прямо ближайшее время и поедем другой город так что жду ваших отзывов спасибо так что вот такие планы если кому-то выпуск немного понравился можете написать комментарий поддержать лайком подписывайтесь на телеграм-канал и там я оповещаю где я нахожусь если меня на ютюбе нет это хотя бы вы меня там увидите все спасибо еще раз за просмотр до свидания а